Здравствуйте! В эфире информационная программа «Неделя города». О главных новостях уходящей недели расскажут мои коллеги и я, Галина Кудряшова. Под арестом за взятничество в деле муниципального предприятия «Детское питание» новый фигурант. Фальсификат или эталон? Экспертизу прошли товары рязанских производителей. Детский рак излечим? Как с ним борются рязанские врачи? Новый фигурант появился в деле о коррупции на рязанском муниципальном предприятии «Детское питание». На этот раз арестован советник министра экономического развития России Павел Пущин. За решеткой он пробудет до 12 апреля. Следственный комитет считает, что во время работы в представительстве Рязанской области в Москве он участвовал в организации получения взяток от поставщиков директором детского питания. У суда есть основания считать, что на свободе Павел Пущин может скрыться или уничтожить улики по делу. Кроме того, следователь отметил, что Пущин имел доступ к личным данным чиновников рязанской администрации, которые могут проходить по делу свидетелями, а также знает их адреса, поэтому может вступить с ними в сговор или оказать на них давление. Напомним, что под арестом уже находятся бывший директор предприятия Александр Дворецкий, бывший советник мэра Рязани Александр Зайкин и заместитель главы администрации Рязани Сергей Пашкевич. Международный день борьбы с детским раком ежегодно отмечают 15 февраля. Стоит отметить, что долгое время заболевание было приговором для ребенка. Сейчас излечиться от него можно. Как это сделать, узнала наша съемочная группа. Лишь 2% оставались в живых. Такой статистика по заболеваемости детским раком была на начало 90-х годов. Диагноз онкология был практически равен смерти. Сейчас ситуация изменилась кардинально. Благодаря развитию технологии спасти удается 90% детей. Причем не просто замедлить течение болезни, а полностью от нее избавиться. Врачи с уверенностью говорят – рак излечим. Если это нужна психологическая операция, ребенок направляется на оперативное лечение в центр. Если нужна лучевая терапия ребенка, то он тоже направляется в федеральный центр. Остальной объем лечения, за исключением трансплантации костного мозга, дети получают у нас в полном объеме. Стоит отметить, что болезнь не является распространенной. На 100 тысяч детей в Рязанской области ей подвержены лишь 14. Однако в прошлом году цифра увеличилась в полтора раза – до 20 детей. Тем не менее, в обществе нет настороженности. Для повышения квалификации врачей и информирования родителей в научно-клиническом центре гематологии, онкологии и иммунологии провели круглый стол. Рассказали, что более чем 70% случаев к врачам приводят детей уже в тяжелом состоянии, на третьей или четвертой стадии рака, что существенно осложняет лечение. Структура онкологических заболеваний у детей резко отличается от взрослых. Если у взрослых более 70% – это рак, рак легких, желудка, простата и так далее, то у детей эти локализации практически не поражаются. Около 50% детского рака – это лейкозы, это болезни крови. Еще около 10-15% – лимфомы, это тоже заболевания крови. И примерно 20-25% – это опухоли центральной нервной системы. Таким образом, симптомов проявления детской онкологии не так много. К ним относятся резкое похудение, тошнота, температура, бледность, снижение аппетита, причем на фоне отсутствия других заболеваний и при их длительном проявлении. Также к врачам необходимо обратиться при увеличении объемов живота ребенка. Таких кабинетов в городе два. Один находится в областной детской конструкционной поликлинике, второй находится у нас. У нас есть очень хорошая лаборатория, у нас есть хороший метод визуализации, кабинет УЗИ, замечательный рентген-кабинет. Все это позволяет сделать для того, чтобы диагноз мог быть поставлен как можно раньше ребенку с подозрением на онкологическое заболевание. Стоит отметить, что детский рак наиболее часто встречается у детей до 5 лет. Однако на качество лечения возраст не влияет. Победить болезнь можно. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Музей Павлова в этом году отмечает сразу два юбилея. Это 170-летие великого ученого, который родился и вырос на Рязанской земле. А также 115-летие со дня получения им Нобелевской премии. Подробности далее. Если дети до обеда хорошо потрудились, отец Петр вставал и крестясь говорил, щи и хлеб не зря съедены, а заработаны честным трудом. Поэтому и радость испытывайте великую. Он отдал науке всю свою жизнь. Работал до глубокой старости. 15 лет посвятил физиологии кровообращения. 20 лет – физиологии пищеварения. 35 лет изучал кровообращение коры больших полушарий головного мозга. В 1904 году академик получил Нобелевскую премию. Но больше всего он известен потомкам по выработке условных рефлексов у собак. Операционная хирургическая была, по подобию человеческому, стерильная. Те собаки, которые в эксперименте не могли участвовать, получали паек. Он, если словесно мог обидеть животное, он писал, у нас есть эта переписка. Джон, прости, прошу пардона, или не осрамись, голубчик, работай так же за прошлое, благодарю. Удивительно, но еще живы научные внуки Павлова – ученики его учеников. Он всегда призывал молодое поколение быть последовательными в накоплении знаний, приучить себя осваивать сначала азы науки, а лишь затем переходить к ее вершинам. Иван Петрович Павлов всегда был вне политических партий. Однако он, как ученый, не мог не наблюдать мир и не высказывать свою точку зрения. Лекции он всегда начинал на такие публичные темы в ВМА. О барстве и рабстве, об уме вообще о русском в частности, основу культуры животных и человека, рефлекс цели, рефлекс свободы. То есть мало кто знает о его научном наследии. Вы знаете, все дело в том, что сейчас, в наше время, дороже даже научных открытий Павлова нравственная чистота его имени. Академик Павлов был очень смелым человеком. Он писал письма в правительство, не боялся ни вызовов чеку, ни угроз ушибить. Кстати, 70-летие ученого готовят множество сюрпризов. Свой подарок сделает и мэрия. На заседании Городской думы решено выделить средства на ремонт кровли. Смета уже составлена. Осталось только выделить средства нам необходимые. И конкурсные работы пройдут. И я так думаю, что кровли будет отремонтирована. Я во всяком случае надеюсь, потому что это уже очень опасно. Сотрудники музея усадьбы имени академика Павлова тоже запланировали множество мероприятий к юбилею ученого. Среди них балы и выставки, научные чтения и фестивали. В гости ждут всех желающих. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Госуслуги проще, чем кажется. Под таким лозунгом прошел брифинг в Рязанском ОМВД. Обсудили часто задаваемые вопросы. Среди них миграция и справки о несудимости. Обо всем по порядку в сюжете Валерия Седова. Сократилось время ожидания в очередях, а многие справки и документы можно получить в удобное для себя время. Все это благодаря интернет-порталу Госуслуг. По данному направлению деятельности отмечу, что мониторинг качества предоставления государственных услуг свидетельствует о том, что уровень оказания государственных услуг в полиции Рязанской области оценивается гражданами достаточно высоко. Так, уровень удовлетворенности за 2018 год составил 96,6%. Одну из самых популярных услуг оказывают по вопросам миграции. Подразделение предоставляет их 17 видов. Получить или обменять паспорт или загранпаспорт, разрешительные документы и многое другое. Все это можно сделать в один клик. Например, паспорта Российской Федерации, когда граждане происходит обмен в 20 лет, в 45 лет, в связи с порчей, в связи с браком, очень удобно подать через портал Госуслуг. Почему это удобно? Человек дома, спокойно, вечером, ночью, кто-то может это сделать во время работы, направляет нам документы. Документы направил и сидит спокойненько ждет. Его приглашают, ему направляют письмо, в котором говорят, вам необходимо прийти тогда-то и туда-то. Причем человек сам выбирает, куда он придет, в какое подразделение ему удобнее обратиться. К тому же, если обратиться через портал Госуслуг, то госпошлина оплачивается с 30% скидкой. То есть тот же загранпаспорт вместо 5000 стоит всего 3,5. Другой важный вопрос – это услуги, связанные со сферой госавтоинспекции. Получить водительское удостоверение, зарегистрировать машину или мотоцикл. Все это можно сделать без очередей и также с 30% скидкой. Правда, руководители ведомства говорят, что прирост людей, которые воспользовались именно интернет-услугой, за год составил всего 20%. Неплохо, но есть к чему стремиться. Последний по важности, но не по значению вопрос, который обсудили на брифинге – это получение справки об отсутствии судимости. Наиболее быстрый и удобный способ подачи заявлений – это в электронном виде. Для этого необходимо зарегистрироваться в сети интернет на едином портале государственных услуг, выбрать соответствующий раздел, заполнить форму и прикрепить к заявлению сканированную версию своего паспорта. Заявление немедленно поступает в информационный центр, обрабатывается, и в течение 7 суток с момента подачи заявления справка уже готова. Как заявляют представители МВД, будущее за получением государственных услуг именно в электронном виде – это быстрее, удобнее и не нужно приходить в различные ведомства дважды и стоять в очередях в ожидании нужного документа. А если возникнут какие-то вопросы, всегда можно будет обратиться по телефону на горячей линии. Валерий Седов, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Экспертизу качества потребительских товаров провели эксперты. Специалисты проверили колбасы, молоко и даже бензин. Одни товары оказались фальсификатом, другие максимально приблизились к каталону. Каким производителям можно доверять, узнала наша съемочная группа. Вкус, цвет и запах – это не критерий. Качество продукта можно определить только по его составу, ведь на него не влияют условия хранения и транспортировки. А значит, производитель несет полную ответственность. Такого мнения придерживаются организаторы экспертизы качества потребительских товаров. Конкурс проходит уже в третий раз. В этом году в лаборатории исследовали пять категорий товаров. «Мы закупаем их тайно. Нам их предоставляют не производители продуктов, потому что они не знают, когда они нам предоставят. Кроме того, все образцы обезличиваются. То есть в лабораторию они попадают уже исключительно под номерами. Обезличивание происходит, то есть выгрузка из пачек и перелицовка в эти контейнеры. Под видеокамерами. То есть у нас есть, мы снимаем это и можем в любой момент доказать, что мы делали все честно». На качество смотрели в динамике. За год было организовано шесть экспертиз. В каждой номинации участвовало около десяти образцов. Качество 95-го бензина проверяли впервые. Для этого использовали два критерия – октановое число и содержание серы. Больше всего на проверке оказалось продуктов питания. В докторской колбасе осмотрели содержание нитрата натрия, который по сути является ядом, а в виде нитратной соли – консервантом и фиксатором окраски. Наибольшая конкуренция развернулась среди молочной продукции. «Есть определенная гордость за Рязанский край, так как хорошие результаты показали. И, в принципе, есть определенные производители, которые, наверное, составят конкуренцию и крупным производителям, в принципе, в России». Одним из них стал Старожиловский молочный комбинат. Его продукция участвует в экспертизе уже третий год подряд и неизменно становится победителем. В этот раз диплом лучшего товара Старожиловский молочный комбинат получил в категориях питьевое, коровье молоко и творог. В лаборатории исследовали жирокислотный состав продуктов, который характеризует их натуральность. «Политика нашего предприятия, Старожиловского молочного комбината, именно выпускать натуральное молоко, основываться на именно натуральных продуктах. Секретов никаких нет. Есть сырье, есть закваски, самое главное – натуральное сырье. И все. И главное – труд именно всего коллектива. Слаженная работа. И основное – это руководители предприятия». Продукция Старожиловского молочного завода изготавливается по традиционным старинным рецептам, которые полностью соответствуют ГОСТам. «Бабушкины секреты» дополняет современное высокотехнологичное оборудование. Эксперты отметили не только высокое качество и прекрасный состав молока и творога, но и их доступную цену. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город». От новостей пятницы к итогам недели. Остались без зарплаты. В Рязани прекратил работу гранд-отель. Сотрудники оказались в подвешенном состоянии. Они не могут устроиться на новое место без трудовых книжек. А бывший работодатель не спешит оплачивать их труд. В ситуации разбиралась Дина Исляева. Название гостиницы, как в кино, история тоже впечатляющая, но печальная. Оксана и ее коллеги приходят сюда каждую неделю, но уже не на работу, а чтобы добиться от бывшего руководства выплаты зарплаты. В конце декабря прошлого года им сообщили, гранд-отель в скором времени закроется, а 18 января, что на следующий день на работу, можно не приходить. 18 числа нас собрали непосредственно директор всего здания и уверил, что он дал свое честное слово и сказал, что девочки, я даю вам честное слово, сейчас будет распродаваться имущество, мы будем гасить, как только какие-то деньги будут поступать, соответственно, все эти деньги пойдут на погашение вашей задолженности. Вот с 18 числа прошел ровно месяц уже, наверное, скоро, вот на этой неделе, но никаких вообще продвижений нет. Оксана многодетная мама, у нее трое детей, кормить которых не на что. Устроиться на другую работу она не может, трудовая до сих пор у руководства отеля «Гранд», которое, по ее словам, предлагало уволиться по собственному желанию, чтобы получить деньги. Согласился на это только повар, но ему пришлось обращаться в трудовую инспекцию. В трудовой инспекции нам сказали, что будут проводиться проверки, но пообещать мы вам ничего не можем. Если у компании, то есть у нашей организации, нулевые счета, то, соответственно, денег на нас взыскать неоткуда. Кроме того, сотрудники написали коллективное обращение в прокуратуру железнодорожного района. Сразу же началась проверка. Ее итоги станут известны 20 февраля. При проведении проверки прокуратуры района особое внимание будет уделено правовым гарантиям граждан. При сокращении численности штата, своевременности уведомления о работниках, о прекращении деятельности предприятия, а также осуществлении им соответствующих выплат. Кроме того, прокуратурой района будет проверен довод заявителей о задолженности по выплате заработной платы. Что на третьем этаже бывшего полсенаута, а сейчас торгового центра Рязанский, находится отель «Грант», напоминает разве что вывеском. Мы знаем, что они просто распродают. Мы просто купили их, набили все. Угу, понятно. То есть уже ясно, что ничего работы здесь не будет? Ну, они вот, можно сказать, с прошлой недели уже пошли на распродажу. Видите? Ну да, вот мы посмотрели, что матрас министерства оборудовал. Приехал и купил у них половину мебель. Управляющей отелем на месте не оказалось. Сотрудник торгового центра Рязанский сообщил, этот этаж уже продан. Здесь будет стационар платный. То есть это купили федеральную программу «Гритинская» по ядерной медицине. Здесь у нас будет стационар, здесь будет операционный и будет федеральный центр. Бывшие сотрудники отеля рассказали, после визита съемочной группы им на банковские карты перевели зарплату за декабрь. Что с остальными деньгами – неизвестно. В любом случае, этим вопросом занимается прокуратура. Если управляющий отелем добровольно не погасит долги перед работниками, ему придется отвечать перед судом. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Хотели как лучше, получилось, как всегда. Маршрут 12-го троллейбуса городские власти продлили до Октябрьского городка. Однако с увеличением числа остановок выросло и время ожидания троллейбуса. Теперь ждать его приходится больше часа. С пассажирами пообщалась Мария Рудая. Дождись транспорта и не замерзни. Такая постановка вопроса особенно актуальна для пассажиров 12-го троллейбуса. Остановка – онкодиспансер. На улице погода не располагает для долгих прогулок на свежем воздухе. Но вот пассажиры 12-го троллейбуса вынуждены стоять в ожидании общественного транспорта продолжительное время. Троллейбус давно ждете? Давно. Час, наверное. Час. Девушки, желательно, конечно, прибавить количество риса. 12-й мы ждем. Он и 17-й-то не чаще. А так каждый день, так постоянно? Да, да, да. Так изменили маршрут 12-го. То есть вы это связываете с тем, что маршрут продлили? Да. А машин не прибавили. Девушка, он так редко ходил, а сейчас вообще. Елена – медработник. Она тоже связывает долгие промежутки между маршрутами с тем, что остановок на пути следования 12-го троллейбуса стало больше. Одно время он ходил хорошо, а сейчас вот путь продлили. Я не знаю вообще, как он ходит. И по интернету смотришь, 62 буса, то есть совпадений вообще нет. Либо его нет, а он идет, либо пишут, что он идет, а его нет. Ситуация с 17-м троллейбусом не лучше. Елена тоже работает в кожу вен-диспансере. Женщина каждый день преодолевает путь от поселка Дягилева до остановки «Онкодиспансер». И порой он затягивается на часы. А 17-й вообще он и утром плохо ходит, я не знаю. Мало машин может быть. Постоянно мы спрашиваем кондуктора, на ремонте ломается. Я вот с пересадкой езжу. Я пересадку делаю на Почту Победы, да. Мне только на 17-м можно сюда приехать. Можно на 95-й маршрутке, но она останавливается там дальше. А здесь мне удобно. Поэтому приходится на прикладных два раза пересадку делать. В основном на 17-м и 12-м троллейбусах едут на учебу, работу или в поликлинику. Как только наступит весна, появятся дачники, путь которых пролегает как раз по этому маршруту. Чаще всего они везут с собой сумки, тележки и разную ручную кладь. И вот тогда долгие ожидания транспорта станут настоящей проблемой. Хотя и сейчас нет ничего хорошего в том, что люди мерзнут. Ожидаем. Рязань полностью перешла на цифровое и эфирное вещание. С 11 февраля аналоговое телевидение отключили. Вместо него в каждом доме появились 20 бесплатных каналов. Новый формат дает лучшее качество изображения, а также предоставляет свободный доступ к самым популярным телеканалам. Черный квадрат, а точнее прямоугольник, на экране своего телевизора увидят те, у кого нет ни приставки, ни кабеля. Текст гласит, с 11 февраля транслирование аналогового телевидения завершено. Петр смотрит телевизор каждый день. Это для пенсионеров обычный досуг. Но только теперь ни одного центрального канала он не поймает. Придется покупать приставку. Приставка для телевизора выглядит как небольшая коробочка. Средняя ее стоимость – 1000 рублей. Людмиле она досталась бесплатно. Нам это телевидение прислали. Молодой человек был, очень хороший. Он меня установил, все здесь подключил. Ну, конечно, вот для старых это тяжело. Два пульта, я путалась, у меня программы все перепутались. Я вообще вызывала мастера, он мне настроил программы, а я его сняла. Вот он у меня так и лежит. Отсутствие приставки на нее никак не повлияет. К телевизору подключен кабель, поэтому каналы продолжают вещать. Как-то не хорошее, не рябить. Ничего не рябить. Нормально. Ну, мне кажется, хорошо все пока. Будет нормально все. Смотрели, нормально все было. У соседки Людмилы Раисы также подключен кабель. О покупке приставки она не задумывается. Только утром 11 февраля женщины пролистали каналы. На всякий случай посмотреть, как они показывают. И качество их удовлетворило. Переход на цифровое вещание практически не заметили жители многоэтажного дома. В большинстве своем у людей кабельное ТВ или новые телевизоры. Приставки стоит покупать только для старых моделей. К тому же за сами приставки можно будет получить компенсацию через портал госуслуг. Максимальная сумма составит 5000 рублей. А если ТВ-приставка не работает или возникли проблемы с подключением, то следует обратиться по телефону горячей линии 8 800 220 20 02. Звонок бесплатный. Напомним, что зрители кабельных и цифровых каналов перемену эту не почувствуют. Телеканал «Город» будет вещать на той же частоте. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Понятие «бережливое производство» внедряется во все государственные структуры. В программе уже приняли участие 23 медицинские организации. В 2019 году их число вырастет до 87. Также к проекту присоединились музеи, библиотеки, кадастровый центр, школы и даже детские сады. Алгоритмы выполнения заданий. Молодец, Стасия. А давайте посмотрим, что же надо сначала делать. Сначала нужно смотреть в детсады и смотреть в глазами. В детском саду номер 30 все обучение построено на алгоритмах. Более тысячи цветных картинок учат детей правильно мыть руки, сервировать стол, заправлять кровать, раздельно собирать мусор. Именно режимные моменты усваиваются наиболее эффективно, поэтому инструкции находятся буквально повсюду. Мы очень большое внимание еще и уделяем на безопасность. То есть дети, например, четко знают, что к дверям нельзя подходить, где зона безопасности. То есть это у них уже доходит до автоматизма, поэтому в других местах, где нету этих сигнальных значков, дети уже интуитивно знают о том, что туда подходить не надо или это лучше место обойти. Этот садик стал пилотным проектом для Рязани. Технологии бережливого производства здесь внедрили год назад. За это время система доказала свою эффективность. Цветные картинки помогают детям учить цифры и буквы, рисовать. Применима она и для взрослых. Например, сократилось время адаптации новых педагогов. Благодаря четкой системе хранения даже замещающие воспитатели легко и быстро ориентируются в окружающем пространстве. А вскоре бережливые технологии коснутся и родителей. У нас в плане еще сделать так, чтобы родитель, приходя за ребенком, мог видеть, где ребенок находится в данный момент. То есть, вот, допустим, пришли за своим ребенком, вы не знаете, гуляет ли группа или находится группа в группе. То есть, планируем сделать такой большой стенд, где педагоги будут значками обозначать, где они находятся, чтобы мамам не бегать по территории детского сада и не искать, где находится их чадо. Новые методы работы внедряет и Центр занятости населения Рязанской области. Здесь начать решили с логистики. В новое здание по адресу улицы Электрозаводская, 52, Центр въехал около двух месяцев назад. При ремонте акцент сделали на открытое пространство. Первый этаж отдали под работу с маломобильными группами населения и инвалидами. А второй объединил как посетителей, так и работодателей. Оптимизация коснулась и рабочих мест. Ну, все вот под рукой, вы сами все видите. И телефон современный, и оргтехника, и, пожалуйста, все необходимо, все документы под рукой. Никуда вставать не надо, никуда идти не надо, ни за бумагами, ни за ручками. Минуты 10 это точно выгадываешь. Да, это все экономится. В январе сотрудники Центра занятости населения провели исследование. Выяснили, что в день принимают около 300 посетителей. На основе полученных данных составили рекомендации для них, что позволит сократить время нахождения в очереди. Самыми загруженными для нас днями является понедельник и вторник. Благоприятными для приема граждан это среда и четверг, и, конечно же, пятница. И самые благоприятные периоды посещения гражданами Центра занятости – это время послеобеденное, приблизительно с часу и до четырех часов. Интересно, что бережливые технологии пришли к нам из производства. Теперь их осваивают и все государственные учреждения. Начали с больниц, сейчас к проекту присоединяются школы и библиотеки, санатории, министерства и даже Центр кадастровой оценки. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Скидками в 15 тысяч рублей встречают покупательниц в гипермаркете «Меха и кожи» «Эльмех». Европейская и дальневосточная норка. Песец, лиса, чернобурка, мутон, нутрия. Выбор огромный. Более тысячи изделий в верхней одежде. Выгодная покупка к зиме. Гипермаркет «Кожи и меха» «Эльмех» предлагает жительницам Рязани приобрести шубу со скидками 15 тысяч рублей. Жемчуг, махагон, графит, орех. Выбор цветов огромный. Одна из новинок – шуба из европейской норки, которая за пару минут превращается из короткой в длинную. Это шубка-трансформа. Цвет махагон, поперечка. У нее отстегиваются рукава. Делаются вот так, три четверти. И отстегивается низ. Вот вы купили шубку, и у вас получилось две шубки. И длинная на холодное время года, когда холодная метель. И коротенькая. В гипермаркете «Меха и кожи» «Эльмех» действуют скидки до 70% на шубы из лесы. Новые поступления – верхняя одежда из стриженной нутрии. Шубы необъемные, но очень теплые и практичные. А потому подобрать себе одежду на зиму смогут даже требовательные покупательницы. Модели разной длины и фасона с капюшонами, накладными карманами. Еще одна новинка – без рукавки. Будете выглядеть очень красиво, модно, стильно, с кармашками, утепленные, горлышко закрыто. Вот такая вот замечательная чернобурочка. Вот такой вот необыкновенный цвет лесы. Любая девчонка оденет, будет выглядеть шикарно и модно. Для погоды, которая стоит сейчас, консультанты гипермаркета «Меха и кожи» «Эльмех» предлагают без рукавки и соболя с капюшонами. Короткие и длинные разных цветов. Вариант для автоледи – куртки с натуральным мехом. Сейчас вот очень модно шапки-сумки, вот сейчас вот на курточках вот так вот выделаны, утепленные внутри джинса и украшены вот таким вот песцом в цвете соболя. Очень красиво, они вот в разном цвете, девчонкам это все очень нравится, ну вот сейчас это все очень в тренде. Гипермаркет «Меха и кожи» «Эльмех» располагается по адресу улица Вокзальная, дом 6, второй этаж. Работает ежедневно с 10 до 20 часов. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Морское царство в Рязани в торговом центре М5МО работает выставка рыб «Подводный мир». Более 100 разновидностей удивительных и редких обитателей водной стихии. С ними познакомилась Мария Рудая. Это настоящее царство тритона. Морские обитатели на время поселились в Рязани. На выставке «Подводный мир» возможно все. Сделать фото живой акулы легко, а еще можно познакомиться с карпом кои, которого начали разводить еще в Древнем Китае. Это любимец всех детей, потому что они ручные, их можно прийти, смело погладить. Они идут на контакт, они любят, когда их гладят. Причем это очень необычное ощущение, мы привыкли гладить пушистых животных, а эта рыба, она слизкая, скользкая, необычная. Кирилл Скопинцев вместе с маленькой сестрой не отходит от бассейна с карпом кои. Мокрые руки и довольные улыбки. Невероятно красивые рыбы оказались крайне общительными. Конечно, мальчику понравилось на выставке все, но карпы его просто покорили. Скажи, пожалуйста, что тебе понравилось здесь больше всего? Эти рыбки. Лыбки мне понравились. Мне понравилась золотая рыбка. Золотая рыбка действительно поражает красотой. Грациозно проплывая по аквариуму, она похожа на своего сказочного персонажа. Некоторые даже загадывают желание. Золотая рыбка на самом деле это такой гибрид, созданный человеком путем селекции, гибрид золотого карася. Золотая рыбка очень красивая, сама по себе, бояле хвостая, обитает опять же в пресной воде и является украшением аквариума. Ну, соответственно, они не хищные, они растительные, очень красивые рыбки. Вообще на выставке представлено более ста разновидностей самых разных представителей морской и пресноводной фауны. Есть здесь и свиноносая черепаха, которая обитает в Папуа, Новая Гвинея. И пираньи, как выяснилось, среди этих хищных рыб есть и вполне себе безобидные, травоядные. По соседству можно увидеть самую ядовитую рыбу мира. Рыбу камень. Если они присматриваются, сложно понять, что это живое существо. По соседству расположился скат. Каждый аквариум притягивает взгляд. Уникальные и редкие создания поражают разнообразием расцветок и форм. Александр Мелехов привел на выставку сына Данила. Но и сам оказался в восторге. Здорово, красиво. Хоть дети посмотрят. Да причем дети самим интересны таких рыб посмотреть. Я пираньи-то особо даже и только по телевизору видел. Ну и так вот по округе-то все-таки рыбы интересные. Необычные. И акулу увидели. И оформлено очень красиво. То есть и для взрослых интересно, и для детишек интересно. Можно сходить посмотреть еще раз даже. Мне понравилось. Очень классно. Вон скат хороший тоже плавает там. Такой же восторг испытали супруги Большакова. Роберт и Раиса идут рука об руку 56 лет. Вместе они много путешествовали, отдыхали на море. Но признаются, такой красоты там не видели. Интересно. Интересно очень даже. Мы не видели такую фауну, что в океане столько живности. Скаты и мурены, обитатели Кораллового рифа и другие редкие рыбы Африки, Америки и Юго-Восточной Азии можно увидеть в торговом центре М5Мул. Третий вход. Выставка «Подводный мир» будет работать в Рязани до 17 марта. Есть возможность заказа групповых экскурсий. Мария Руда и Сергей Данилин. Телекомпания «Город». Это были главные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете найти на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Строительная компания «Зеленый сад»